Добрый день, коллеги. Меня зовут Гаврикин. Я представлена Учительский институт ГИПРНИИГАЗ. И сегодня хочу поговорить с вами о достаточно интересной теме, на мой взгляд, которая затронула все сферы нашей жизни, плотно вошла в нашу жизнь, как и понятие, как реплитонная генетина. Если мы с вами, в принципе, обратимся, скажем так, в истории, то у нас в начале 2019 года в рамках Гайдаровского форума была озвучена нашим Дмитрием Анатольевичем Литвезеевым такая фраза, да, реплитонная генетина, нагрузку на бизнес, о том, что ее необходимо снизить. И вообще, в принципе, стал вопрос о том, что такое реплитонная генетина. Мы как таковые в Российской Федерации нормативные базы Российской Федерации на тот момент не имели такого опыта, мы не знали, что это такое, но если мы обратимся к мировой истории, то мы знаем о том, что с 80-х годов в мировой практике такая процедура существует, да, применяли их разные страны, абсолютно разные. Современная непосредственно реплитонная генетина, именно сам принцип реплитонной генетины, он был основан на опыте именно Южной Кореи и Швеции. Именно тот механизм, который был применен в Российской Федерации, в настоящее время еще, скажем так, идет в процессе, он именно основан вот на таких принципах базовых, указанных на высшем стране. Что же такое, в принципе, реплитонная генетина и реформа контроль надзорной деятельностью? Это, в принципе, та процедура, которая позволяет провести, ну, условно назовем это такую инвентаризацию нормативных документов на предмет того, какие там есть требования, достаточные, избыточные, противоречащие, и позволяет почистить нормативную базу от каких-то избыточных требований. Если мы говорим про нормативную базу Российской Федерации, то было проинспектировано порядка 12 тысяч, даже больше 12 тысяч документов, которые были рассмотрены, проанализированы на предмет того, насколько идет нагрузка на бизнес, насколько достаточные или избыточные требования приведены в этих документах. И как раз вот этот механизм регуляторной генетины позволит сделать это быстро, качественно, насколько это, наверное, возможно. И, по крайней мере, сложно судить о качестве проведенной реформы. Другое время покажем, насколько это было сделано правильно, неправильно, корректно, некорректно. Но пока ситуация до права. Основная идея, я уже сказала, то есть это пересмотреть нормативные документы, часть их актуализировать, отменить недействующие, разнообраться в противоречиях именно нормативно-правовых документов. Потому что, если мы говорим за вами про документы в области, например, стандартизации, до документы, это и есть общепременительная практика, это все, естественно, стандартизировано. Раз в пять лет любой документ по стандартизации пересматривается. С документами по техническому регулированию стоит дело чуть по-другому, но все равно актуализировано. А если мы говорим про нормативно-правовые акты, то у нас действовали, особенно касаемо контрольно-надзорной деятельности, документы еще в времен СССР, когда, понимаете, были совершенно другие требования и уже не отвечают. Те требования, которые были в пределах документов, в современном реальном бизнесе. Основная, соответственно, цель этой реформы – это уменьшение административной нагрузки на бизнес, ну и, соответственно, повышение уровня безопасности. Коротко скажу о том, что получилось в итоге. Свыше трех тысяч документов было отменено, ввели новые документы, построили абсолютно новую систему контроля-надзорной деятельности. У нас были приняты два основных закона – это закон об обязательных требовании и, соответственно, о государственном контроле-надзоре в Российской Федерации. То есть это два закона, которые легли именно в основу всей новой структуры контроля-надзорной деятельности. Вот именно это законодательство и нормативно-правовых актов. И уже в зависимости от этого, естественно, все сферы деятельности в различных направлениях были также пересмотрены. Вынесла вам в материалах, у вас потом будет ссылка на сайт, где можно посмотреть самую актуальную информацию, последнюю, именно по механизму регулированной генетины и отследить интересующую вас информацию. Но в среднем, статистику, которая приводит наши с вами регулирующие органы, что на 33% снизилась вот эта административная нагрузка. То есть успехов достичь получилось. Но, опять же, я представляю, что, наверное, выгоды пока делать там. Потому что еще только с 1 января 2021 года действуют эти новые законы. У нас с вами, знаете, много документов поменялись. Но посмотрим по времени. Что касается одного из основных законов, о которых я хотела сегодня поговорить, это закон о промышленном безопасности, о безопасных производственных объектех. Естественно, вся сфера промышленной безопасности в рамках регулированной генетины также была рассмотрена. Был проинспектирован основной естественной закон. И все по закону и акты, которые у нас с вами в области промышленной безопасности есть. Это у нас в первую очередь с вами документы, которые определенные законы федеральной экономики. Это различные приказы Ростехнадзора, например, в 2013 году. И, естественно, РБ. Тоже они были в рамках этого документа рассмотрены. Основная идея именно изменения закона о промышленной безопасности – это у нас идет снижение расходов организации, эксплуатирующая опасность объединения безопасности. То есть я вам вынесла право применять решение о продолжении эксплуатации зданий и сооружений на опасном образовательном объекте, технических устройств, примененных на опасном образовательном объекте предлагается видеть руководителя эксплуатирующей организации с учетом результатов обследования технического состояния зданий и сооружений, а также технического диагностирования. То есть основная именно идея, скажем так, да, концептуальная этого закона о том, что вот наделить право руководителя организации принимать вот эти решения. То есть не оставить на усмотрение экспертов, которые раньше принимали решение, вы распределитесь в право безопасности, а приложение к ответственности на руководителе. Ну, насколько это правильно, опять же не остаюсь к вопросу пока. На настоящий момент законопроект как раз с этими правками в федеральных законах о промышленном безопасности и безопасном объекте находится сейчас в Государственной Думе. Он был внесен до 6 апреля. По проекту оборудование технического устройства по истечении срока службы будет удержать техническими диагностирования и это вместо экспертиза промышленной безопасности. Решение продолжить использовать устройство с учетом результатов диагностики будет принимать руководитель организации либо в особенную структурную подразделение. А экспертиза в промышленном безопасности технических устройств останется лишь до начала его эксплуатации, если у нас технический рекламент не устанавливает другую форму оценки соответствия. Скажем так, наиболее актуальная информация 18 мая текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект. В него внесены некоторые поправки и до 1 июня будут готовиться непосредственно поправки и уже соответственно на 1 июня будет соответственно следующее чтение в Госдуме этого законопроекта. Если мы с вами обратимся к коровому закону о промышленной безопасности, то у нас там есть понятие как правовое регулирование в области промышленной безопасности и как раз именно это правовое регулирование осуществляется за счет рекламентации требований в различных федеральных нормах и правилах. То есть федеральные нормы и правила это такой базовый уровень документов, который устанавливает, даже так не устанавливает, я бы сказала, а более расширяет требования именно обязательные требования в области промышленной безопасности. То есть закон дает нам такие законодательные основы, общую информацию о том, как это должно быть концептуально, а вот уже какие-то технические моменты рост технадзора, бывшие 542 правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Документы актуализированы также введены в рамках имидер-люблетонной гильотины с 1 января 2021 года. Основные, скажем так, изменения, конечно, коснулись в первую очередь того, что были отменены документы по аттестации, то есть имидер-люблетонной гильотины, поэтому внесены были правки непосредственно в федеральные нормы правила. Откорректировано было область применения, он не распространяется от запровода давления в 2-1 и 2, это как раз для обеспечения технологического процесса и функционирования площадных сооружений, вынестальных газопроводов и автомобилей газопроводных компрессовых станций, а также технологический газопровод взрыв-вожароопасных и химически опасных производственных объектов. Очень существенно был переработан раздел газоопасной работы, ну и естественно, конечно, были внесены различные стилистические правки, скажем так, уточнения небольшие по тексту документов. Я вынесла на слайд вам информацию, наверное, сейчас я коротко пробегусь, чтобы было представление о безопасной работе, но на мой взгляд, в этом нормативном документе, да, я бы на федеральном правиле 531, что касается нашей сферы деятельности, да, раздел газоопасной работы является основным, потому что там прописано, естественно, как мы проводим безопасные работы. У нас, ну, большинство работ, выполняемых в 10 раз предприятиях, которые являются безопасными, ну, там, совсем маленький перечень работ не относится к безопасным. Поэтому, соответственно, хочу обратить ваше внимание на отдельные пункты, в которых внесены уточнения, то есть у нас в новом, в новом документе федеральные правила внесены изменения как по перечню работы, то есть добавлен работы, которых раньше не было. Ну, например, технический осмотр газооброванных ПФ, я не видел их раньше. Мы не говорим технического состояния. Но хочу обратить ваше внимание на то, что и данный документ, ну, наверное, в силу того, что вот эта регуляторная генетина достаточно интенсивно шла и делалось это все очень быстро, есть и в этом документе настоящий момент противоречия. Была идея о том, что внести в эти федеральные нормальные правила еще одни изменения, потому что есть корректировки. Я не знаю, может быть, это человеческий фактор, да, какая была. У Ростехнадзора было поручение, да, на 1 января ввести новый документ. Где-то, может быть, что-то в спешке делали. Некоторые пункты действительно противоречивают. Ну, и, условно, например, написано, что проведение охранных зон во время является экозапасной работой и некозапасной. В одном месте написано, что ее делает один человек, в другом месте написано, что ее делают два человека. Противоречие есть в этом документе, но вот мы со своей стороны пишем различные обращения в Ростехнадзор, получаем от них разъяснения, но мы вот, могу сказать, что последние разъяснения в этот повод, с конкретным таким моментом, получили разъяснение того, что все это написано правильно. Возможно, что мы не совсем понимаем. Знаете, есть такая ситуация, когда, вот я могу сказать, какой-то заработчик, да, когда ты пишешь какой-то нормативный документ и закладываешь в эти слова какой-то определенный смысл. Его просто неправильно трактуют. Дай бог, чтобы это было так. Я могу вошла. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что поменялись безопасные работы, то есть и вещи безопасных работ расширены существенно, поменялись именно различные формулировки относительно того, сколько людей выполняют. то есть добавлены такие уточнения, то есть, ну, раньше было все понятно, да, там, два человека под руководством специалистов. Везде добавили именно что не менее трех специалистов. Ну, то есть такие уточнения, которые не позволяют двойного трактования, если вдруг кто-то это делал иначе. Как раз непосредственно про перечень производственных инструкций, речь у нас здесь идет, что у нас организация естественно должен быть разработан, утвержден руководителем именно перечень, инструкция о том, как это делается. Как раз были вопросы у нас здесь недавно. Что значит эта инструкция? Она называется «Инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасности для проведения конкретных производственных условий». На нашей производственной инструкции, да, это уже тот документ, в котором все четко описано, что это один документ, в котором все определяется. Вот, я говорю, пока, наверное, вот, разъяснение не будет к ФМП приложено с какими-то мнениями у с технодзором. Мы, наверное, пока в кончате не поймем, что они хотели заложить в эти фразы. Опять же повторюсь, повторюсь, изменился теперь очень периодически повторяющийся безопасных работ. Работа, которая проводится по средствам. Отдельные были внесены изменения по оформлению этого допуска в безопасной работы. То есть, допускается теперь их оформляться помощью компьютера, не допускается их, например, заполнять, там, карандашом, что они должны быть, фразы, там, читаемые, обязательно. То есть, добавить такие формировки, которые бы, скажем, наверное, упростили некоторую работу, вроде как бы и так само собой разумеющиеся, да, чтобы, там, наряд допуска на запас к работе исполнять карандашом. Ну, наверное, кто-то это делал, раз решили внести в центральной водопрага. Пропускается теперь ввести различные внежналы инстанции наряда допуску в электронном виде. Раньше на то среду не было. Отдельный пункт тоже хочу обратить ваше внимание, что если у нас безопасная работа выполняется наряда допуску не успевает за сутки, то, соответственно, у нас должно быть именно письменный вид, то есть, доклад о проведенных работах в письменном виде должен быть, к лицу в высшем наряда допуску. То есть, тоже раньше такого требования нет, теперь в федеральных новых правилах это есть. И если, соответственно, мы говорим про продление, то продевает то жильцо, которое выделено наряда допуску. Ну, задержание кислорода относительно выполнения безопасных работ тоже раньше. В гости уже мы внедрили, это уже было. Правильно непосредственно технике безопасности, да, что у нас не только мы соблюдаем при выполнении безопасных работ и проверяем концентрацию природного газа, но и кислорода его должны быть не меньше десяти процентов. Теперь тоже здесь все есть. Подробно останавливаться. Посмотрите здесь специально для вас сравнение, чтобы можно было увидеть какие изменения. Еще коротко хотела сказать о том, что, так как наш научный институт занимается разработкой нормативных документов именно в области газораспределения и газопотребления, в последнее время вышло несколько нормативных документов, о которых я бы хотелось сказать, чтобы обратили на них внимание. Что касается фруктов индуцирования газа, национальный стандарт 506-019, он совсем скоро утратит свою силу, потому что разработал международный стандарт в замене его, это ГОС 346-70. В 20-м году он был утвержден, совсем скоро утратит свою силу. Насколько я помню, с первого июня. То есть можно на него не ориентировать национальный стандарт, соответственно, с этого момента действовать не будет. Если вы свои деятельности пользуетесь этим документом, имейте в виду, что уже вышел обновленный, там есть ряд пунктов, которые существенно переработаны по сравнению с национальным. Ну, там, например, что касается требований к узлу редуцирования, да, то есть какие могут быть компоненты, какие могут применяться технические устройства именно на узле редуцирования и так далее. Еще ряд стандартов. Национальные стандарты у нас были по сетям безраспределения, это касается прониктивного строительства и эксплуатации. Комплекс стандартов ГОСТР 554, 72, 73, 74. Они были обновлены в 19-м году, но на базе них более расширенные требования разработаны межгосударственные стандарты. Они вступят с 1 декабря чтущего года. Более расширенные требования содержат номера у них 347, 15, 0, 12, соответственно. Это общее положение в полиэтиленовых заправках и остальных заправках. То есть, у кого эта информация актуальна, то есть у нас объясню почему, да. То есть, если вам обратите внимание, то есть я вам показала, что это правило все стандарты, вот вот здесь 4, а национальные поменяли на межгосударства. Это, скажем нам, общероссийская такая практика, государственная политика в области стандартизации, о том, что мы отдаем приоритет разработки больше межгосударственных стандартов. То есть, у нас есть, например, территория бывшего таможенного союза на НИИ ЕАЭС, да, из-за страны бывших постсоветов, постсоветского пространства и создаются мультивные требования для того, чтобы организация могли там выходить на рынок, если мы говорим про продукцию, про услуги, и могли, соответственно, предоставлять свою продукцию на такой рынок. То есть, для таких целей, когда создаются межгосударственные стандарты, и непосредственно политикой в области стандартизации определено именно приоритет межгосударственных стандартов по отношению к национальным. Ну, на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить.